Здравствуйте! Меня зовут Авакумова Анна Александровна. Я заведующую генетинологическим центром, который находится здесь на пятом этаже. И сегодня мы поговорим немного о диабете. Для начала, что же такое диабет и чем он так страшен? Видите, в мире по статистике, здесь вот последняя строчка у нас, это сколько на 2017 год пациентов больных уже с выигранным диабетом в мире. И их ни много ни мало, почти полмиллиарда. Если в мире на 7,5 миллиарда жителей, полмиллиарда у них уже с выигранным диабетом. По прогнозу, на 1945 год пациентов станет 630 миллиардов, ой, миллионов. То есть за полмиллиард перевалит уже. И тенденция идет к росту. Кроме того, по данным исследований, на каждый выявленный диабет приходится один-два невыявленных. То есть истинная статистика, она намного выше. В России, что касается, не в мире, а в России уже, пятое место по диабету занимает. И, повиня диабета, есть еще такое заболевание, которое никто не принимает всерьез, как ожирение, которое занимает еще большее место в мире. И 1,4 миллиарда людей на планете болеют избытком массы тела или ожирением. И это заболевание. То есть полный человек – это не просто хорошего человека должно быть много. А избыток веса и ожирения – это все-таки болезнь, которую нужно лечить, потому что это ведет к развитию в том числе и сахарного диабета. Что же такое сахарный диабет? Сахарный диабет – это хроническое заболевание, не острое. Развивается оно постепенно и развивается в результате неспособности организма вырабатывать инсулин или же эффективно его использовать. От того, мало инсулина или плохо он воспринимается, делится заболевание на два типа диабета – первый и второй. Но оба они характеризуются повышением уровня сахара в крови. Поговорим об углеводном обмене в норме. Представьте себе, что клетка – это дом, который отапливается… В доме есть печь, которая отапливается дровами. Дрова – это глюкоза, и они поддерживают основной обмен, из чего вырабатывается энергия, и человек может сохранить свою работоспособность. Инсулин – это ключ, который открывает дверь в дом, где есть печь, чтобы можно было занести дрова, глюкозу. Соответственно, что происходит при диабете первого типа? Нет ключей. Есть большое количество глюкозы в крови, то есть дров, есть дом с печью, а соединиться они не могут, нет инсулина. В желудочной железе инсулин не вырабатывается. И тогда, так как на улице все-таки холодно, отапливаться надо, организм начинает сжигать все, что попадает под руку. Жиры, белки. Ну, если на примере дома рассматривать, то линолеум, баркет. И, соответственно, это уже некачественное отопление некачественное. И, соответственно, дым из трубы у нас идет уже черный и вырабатывается в организм кетоновые тела, которые управляют организм. Как можно лечить сахарный диабет первого типа? Сходить в аптеку, купить ключи с инсулином. Соответственно, других вариантов нет. Нет ключей, нужно пойти и взять эти ключи. Чем проявляется сахарный диабет первого типа? Он возникает намного острее и развивается быстрее, чем сахарный диабет второго типа. Потому что там абсолютный дефицит инсулина. У пациентов появляется чувство жажды, сухости во рту, выраженное. Из-за этого, из-за того, что много пьет человек, усиливается мочеиспускание. Упадок сил, потому что нет возможности поддерживать нормальный обмен. Постоянное чувство голода, потому что клетка, несмотря на то, что в крови очень много глюкозы, остается голодной, потому что эта глюкоза не заходит в клетку. Нет инсулина, нет ключей. За счет этого пациент теряет ест, несмотря на то, что ест постоянно. И, соответственно, появляются осложнения. Первое из них – это нарушение зрения. Это первое проявление, на которое обращают люди внимание. Чаще всего на жажах, сухости во рту не так обращаются внимание, потому что это списывается на то, что поел соленое, жаркое или еще что-то. А когда начинают обмутнеть зрение, уже пациенты обращаются к врачу. Второй тип диабета. Клетки из-за того, что чаще всего второй тип диабета развивается на фоне избытка веса. То есть клетка большая, дом большой. Чтобы его запелеть, ключей надо много. Соответственно, много замков. И для того, чтобы их открыть, требуется время. А ключи дефектные. То есть при втором типе диабета инсулин вырабатывается, но он неполноценный. Клетка его плохо чувствует. И поэтому, соответственно, перегруженная жиром клетка, она также не воспринимает инсулин. Получается в крови не только много глюкозы, но и много инсулина определяется. При втором типе диабета симптомы менее выражены. Пациент может ходить годами, не замечая их. Чувство жажды и сухость во рту появляется постепенно. И нарастает только по мере того, как прогрессируют заболевания. Мочи спускания из-за этого тоже, соответственно, учащенное появляется в более позднем периоде. Появляются ран и раньше осложнения. То есть пациент воспринимает диабет тогда, когда уже появляется осложнение. Тогда появляется онемение в пальчиках рук, в пальчиках ног, покалывание. Появляются инфекции, плохо заживающие рамки, нечеткое зрение также. И тогда уже пациент идет к врачу, и врач, видя все эти симптомы, отправляет на сахар крови. И выявляется тоже повышенный уровень сахара в крови. Соответственно, и первый тип диабета, и второй тип диабета оба характеризуются повышением сахара в крови. Но из-за того, что развитие разное, лечение, соответственно, тоже разное. При первом типе диабета только инсулин. При втором типе диабета, если пациент пришел вовремя, и свой инсулин еще в поджелудочной железе сохранен, можно лечить таблетками. Что же нам рекомендует ВОЗ по здоровому питанию? Для того, чтобы избежать развития именно второго типа диабета. Это предпочтение воде и кофе, чем фруктовым соком. Потому что сладкие газированные напитки, фруктовые соки – это все-таки чистый сахар. Уменьшаем потребление сахара. Увеличиваем количество овощей, зелени, листовые овощи в рационе, для того, чтобы нормально наработал кишечник, для того, чтобы убрать насыщение, чтобы было более полезными продуктами. То есть фрукты, овощи, зелень. Увеличиваем количество орехов, увеличиваем количество мяса, белка, рыбы. И уменьшаем количество продуктов сахар содержащих. Уменьшаем количество алкоголя с вами собой. Потому что алкоголь – это очень калорийный продукт. Это во-первых. А во-вторых, он тянет за собой, как правило, закуску, жирную закуску и также добавку веса. Физическая активность. Кто занимается физической активностью регулярно? Есть такие взаимные? Молодцы. Количество людей, занимающихся реальной физической нагрузкой, в нас в настоящее время, слава Богу, растет. Потому что раньше все-таки пациентов с гиподинамией было больше. Что рекомендует также Всемирная организация здравоохранения по физической нагрузке? До 17 лет 60 минут интенсивной или средней интенсивности физической нагрузки ежедневно. Дети должны гулять, бегать, а не сидеть с маршетами, с компьютером. Для людей старше 18 лет, вот тут разделение идет до 64-х и после 64-х. Но вы посмотрите, разделение идет в том плане, что ни по времени физической нагрузки, ни по интенсивности, а потому что к пожилым людям добавляется еще при такой же физической нагрузке еще выполнение упражнений на равновесие. То есть возраст это не ограничение по физической нагрузке, если позволяет суставы, если позволяет мышцы. Соответственно, как минимум 150 минут в неделю нагрузка должна быть распределена по дням. И это должна быть просто хотя бы обычная ходьба, чуть ускоренным шагом для трусой разрешено с удовольствием. Потому что это тоже нагрузка. Либо более интенсивная нагрузка, но 75 минут в неделю, не меньше. Теперь поговорим о мифах, которые сопровождают сакронный диабет. Первый из них такой, если у меня нет никаких симптомов диабета, значит я не больна. Возвращаясь к предыдущим слайдам, мы говорили о том, что сакронный диабет второго типа развивается постепенно и длительное время протекает без симптомов. То есть нет ни симптомов выраженной жажды, ни симптомов сутости во рту, ни мочеиспускания. И, соответственно, человек может жить с диабетом годами, даже не подозревая о том, что он у него есть. И при случайном определении крови, таком как на дистанциализации, на медосмотр, выявляется сакронный диабет, выявляется повышение сахара крови. Так что же делать? Сейчас есть рекомендации четкие по тому, как часто делать анализ крови. После 45 лет каждый должен определить сахар крови. Почему? Потому что это должен быть скрининг. Вы должны на раннем этапе выявить не когда появятся симптомы, а тогда, когда еще можно лечить и можно избежать развития диабета. Если после 45 лет вы определяете сахар крови, если он в пределах нормы, дальнейших контроль достаточный раз в 3 года. Каждый год мерить не надо. Если есть какие-то нарушения, соответственно, идет более развернутый анализ на тест-толерантский выход. И если там есть изменения, то уже назначается лечение. Если изменений нет, то контроль крови ежегодный должен быть. Если есть избыток веса или есть факторы риска, а что относится к факторам риска? Это актериальная гипертония, это повышенный уровень холестерина. Соответственно, сахар крови будет сдать никогда не поздно. Начиная с 17-18 лет, с избытком веса необходимо уже контролировать сахар. Рекомендации те же самые. В любом возрасте, если сахар крови при контроле нормальный, то дальнейшие контроли раз в 3 года идет. Если есть изменения, также тест элерантности глюкозы и дальнейшие контроли раз в 3 года, если норма там. И в следующем. Если вы сдали уровень сахара в крови, посмотрели натощак и он в норме, то значит диабета нет. Если у вас есть симптомы и сахар крови натощак при этом в норме, Доктор не должен оменичаться одним исследованием. Вам необходимо посмотреть сахар крови после еды. Это когда необходимо сделать? Когда есть избыток веса. Когда в семье есть родственники болеющие диабетом 2 типа. Когда есть симптомы, жажда, сухость во рту, которые не укладываются ни в какие другие заболевания. В этом случае проводится опять же таки глюкостолерантный тест. В плане диабета все просто. Нужно выявить повышенный уровень сахара в крови. Всего 3 анализа, которые это показывают. Это обычный сахар крови. Это глюкостолерантный тест, который также проводится с забором сахара крови. Но смотрим натощак. Потом выпиваете 75 грамм сухой разведенной глюкозы. И смотрим через 2 часа. Для чего это делается? Для того, чтобы дать на организм нагрузку. И посмотреть насколько он справится с ней. И насколько много выделит инсулина. И насколько сможет снизиться. Сахар. Если организм справляется с нагрузкой. Все замечательно. Дальнейший контроль раз в 3 года. Если организм не справляется с нагрузкой. Он покажет через 2 часа повышенный уровень сахара в крови. И значит вам прямая дорога к эндокринологу. На беседу, на диету, на лечение. Соответственно, тест толерантности. Единственный метод, который нам покажет правду. Если у кого-то из близких есть сахарный диабет. То есть включить данное заболевание у себя. Можно позаимствовать глюкометр и определить сахар в крови. Мик. Почему? Сегодня мы вам измеряли, кто ходил на первом этаже. Измеряли сахар крови глюкометром. И кто там был, все знают, что после этого вы шли к эндокринологу. И эндокринолог давал один совет. Если сахар крови в глюкометрах повышен. Значит вы должны обратиться к своему терапевту. И взять направление на лабораторное измерение сахара крови. Все, все глюкометры имеют погрешность. Причем погрешность 15% как в сторону завышения, так в сторону незанижения. Соответственно, определив какой-то неправильный параметр. Находящий за пределы нормы по глюкометру. Надо обязательно продублировать в поликлинике. Из вены или из пальчика лабораторным методом. По глюкометру диагноз не ставится. Ни в коем случае. Глюкометр нужен для самоконтроля. Для пациентов, которые уже болеют диабетом. Для того, чтобы они могли контролировать свое лечение. Для того, чтобы они могли смотреть. Насколько меняется сахар крови от введения инсулина. От приема таблеток. Какие же нормальные значения? Чтобы исключить или подтвердить диагноз. Мы сдавим кровь из вены. Либо можно сделать из пальчика. Поэтому здесь два разных уровня глюкозы. Для вены и для пальцев. И тот и тот будет верен. Просто они будут разные показатели. И смотрим на тощак. И вот как раз таки через два часа. После того самого теста толерантности. На тощак из пальчика. Должно быть меньше чем 5,6. Если кровь из вены. То меньше чем 6,1. Через два часа после глюкозы. Сахар должен быть меньше чем 7,8. Если значение выше данных норм. То это нарушение. Не все значения выше данных норм. Будут являться сахарным диабетом второго типа. Есть преддиабет. Но я здесь намеренно не писала цифры. Которые говорят о диабете. Потому что зачастую пациенты. Когда видят пограничные значения. Между вот этой нормой. И сахарным диабетом. Когда у вас цифра выше 1,7. Считают, что это ничего страшного. Но на самом деле. Вот этот момент. Когда еще выявляется на стадии преддиабета заболевание. Когда можно повернуть действительно время вспять. И сделать что-то с этим. Можно убрать симптомы. Можно убрать диабет. И можно не заболеть им. Именно на стадии преддиабета. Если выявлено. Можно изменить образ жизни. Поменять питание. Усилить физическую нагрузку. И избавиться от такого страшного хронического заболевания. Которое ведет к множественному осложнению. И поэтому ориентироваться нужно только на эти цифры. Все что выше. Все является патологией. С которой уже надо принимать меры. Потому что я как медопренолог зачастую слышу. Было у меня повышение сахара. Небольшое. На медосмотре еще что-то. Чуть выше 6. И никто не обратил на это внимание. И пациент ходит дальше. И приходит к нам лет через 5 уже. Когда сахар 11-12. Когда уже идут осложнения. И когда назад заболевание повернуть нельзя. И нам приходится начать лечение. И там уже недалеко и до инсуин. Поэтому будьте к себе более внимательны. Забудьте о себе. И если у вас выходит за пределы этих значений. Не махайте рукой. Идите к доктору. К какому доктору идти? Достаточно исходить к терапевту. Все терапевты сейчас обучены. И знают, что сахарный диабет лечится у них. И в принципе сейчас такой поток. Вы сами видели цифры. Сколько пациентов с диабетом. И медикринолог ни один не справится. И поэтому все пациенты, которые находятся на таблетированной терапии. И не требуя усиления. Могут спокойно наблюдаться у терапевтов. Терапевт в состоянии оценить эти результаты. И назначить диету и стартовое лечение. Про таблетки никакие не говорю. Чтобы не было при нем самостоятельственных лекарств. Потому что есть очередной витки. Тот, у кого есть сахарный диабет. Разбирается в этом заболевании не хуже любого врача. И всегда полезно прислушаться к советам таких людей. Любой пациент это не медработник. Ну если он не медработник, действительно. Соответственно, если так же из практики. Часто вижу пациентов, у которых бабушка болеет. У которых соседка болеет. Таблетки, которые посмотрев. У них же глюкоин и трансахер. Увидев в себя повышенный результат. Начинают пить эти же таблетки. Это неправильно. У каждой таблетки есть свои показания. Есть свои противопоказания. Тот препарат, который принимает ваша бабушка, дедушка, сосед. Не факт, что подойдет вам. Поэтому обязательно необходимо обратиться. Либо к эндокринологу, либо к терапевту. И получить ответы свои именно за даты специалисту. А не соседям. Не все разбираются в своем заболевании настолько, насколько они считают, что они разбираются действительно. И, соответственно, мир не стоит на месте. И наука тоже. Появляется все больше и больше лекарственных препаратов. Более безопасных. Более продвинутых. Которые можно назначить пациентам. Если следовать советам, можно остаться в прошлом веке и принимать те таблетки, которые уже небезопасны, уже ушли в небытие. Ну и, соответственно, какой бы чуть не пришлось отстоять, лучше получить свои ответы, задав их специально на вопросы специалисту. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.